В 2018 году жители Сестроя присоединились к Всероссийскому добровольческому движению. Волонтерская работа началась с подготовки и проведения праздника Великой Победы. Инициативные и активные молодые люди были задействованы в мероприятиях, помогали разносить подарки ветеранам, готовили для них поздравления. За три года добровольческое движение в Сестрое набрало обороты. Сегодня волонтеры заняты в социальной сфере, задействованы в патриотическом направлении, в сферах культуры, спорта, досуга. Организуют экологические акции. Волонтерскую деятельность и работу Молодежного совета обсудили на встрече, которая состоялась 29 апреля в Малом зале Городского дома культуры. Участие в ней приняли начальник отдела по спорту и молодежной политике Волховского района Юлия Корсак, глава администрации муниципального образования Сестройское городское поселение Юлия Столярова, специалист по социальным вопросам администрации Галина Иевкова, учащийся в Сестройской образовательной школе номер 2. Сестройская молодежь охотно вышла на открытый диалог. С интересом обсуждала с чиновниками актуальные проблемы, современные интересы, возможности и перспективы работы, развитие волонтерской деятельности. Юлия Корсак рассказала, что такое книга волонтера, какие возможности и мотивационные моменты она таит в себе, где могут проявить себя добровольцы и что могут сделать. В рамках знакомства ребята озвучили свое видение по организации досуга молодежи в Сестрой, поделились своими увлечениями. У нас очень много идей и очень много планов и очень много проектов, которые мы когда-то уже проводили, но в связи с тем, что количество участников молодежного совета сократилось, много кто уезжает в большие города учиться и работать, у нас сейчас нет такой возможности проводить те мероприятия, которые очень тепло были приняты зрителями и жителями нашего города. Это майские круги, хип-хоп фестиваль, это алоха, вечеринка на пляже, дискотека. И забытые игры и много-много-много других мероприятий, которые хотелось бы возобновить. И я думаю, что сейчас в связке с Молодежным советом Волховского района у нас получится реализовать все те проекты, которые очень удачно реализовывались на протяжении тех лет, которые существует Молодежный совет. Некоторые школьников заинтересовались волонтерским движением. Можно куда-то ездить, развиваться также. Много чего интересного, что можно еще узнать. Будет прийти, собраться к теме, также узнать, записаться, дальше развиваться как-то. С учетом полученной информации, районная администрация будет оказывать содействие в проведении тех или иных мероприятий на территории Сестрой. Я приехала в прошлом году на территорию Волховского района. И, как я уже говорила, что опиралась я только в поселениях на Молодежь Сестрой, потому что знала, что здесь есть активисты, есть ребята небезразличные, которые любую историю, которую мы запускаем на уровне района, они подключат и первые ее возьмут. Конечно же, это фестиваль Молодежная Алоха. Я про него, честно говоря, еще слышала, будучи ребенком. Будете смеяться, но первое мероприятие, еще когда я жила в городе Бокстогорске, я приехала сюда, мне было лет 15-16, и тогда я была поражена, насколько это было круто и здорово сделано. Поэтому бренд Сестрой – это должен быть фестиваль Молодежная Алоха. Я в большом восторге, потому что увидела столько творческой молодежи в городе Сестрой. Не ожидала, честно говоря, что многие ребята увлекаются каким-либо творчеством. Это и искусство, это и театральная деятельность, и музыкальное искусство. И, конечно, многое, с чем есть и возможно поработать. Очень надеюсь на ребят с Молодежного Совета, что у них получится вовлечь этих ребят в деятельность. И все-таки в 2021 году Молодежный Совет возобновит свою деятельность в большем объеме, и численность ребят будет увеличиваться. Конечно, самая главная моя задача – это рассказать о возможностях ребятам, о том, что мы делаем, о том, что делается в Ленинградской области, в принципе, как у нас развивается молодежная политика в нашей стране, и куда можно съездить, где получить знания, и с какими результатами вернуться к себе на территорию города. Надеюсь, что в этом направлении у меня получилось. И вторая, конечно, история – это мотивация. Задача была быть моим таким мотивирующим лидером, коучем, который привлечет молодежь в создание молодежных советов, и чтобы на территории не только района и больших городов, но чтобы в малых городах ребята самообразовывались, самоорганизовывались и создавали такие объединения, и сами отвечали за развитие молодежной политики. В свою очередь, подводя итоги встречи, глава администрации Сестройского городского поселения Юлия Столярова сказала, «Я буду очень рада, если наша молодежь будет проявлять активность. Несмотря на скромный бюджет, мы готовы организовывать новые мероприятия. На данный момент мы ограничены в помещениях. Хочется, чтобы наша молодежь творила и занималась досугом в комфортных условиях. Сейчас начинаются ремонтные работы в помещении, в котором будет открыт каворкинг-центр. Надеюсь, что он станет местом притяжения для молодежи, и благодаря этому молодежный совет города будет пополняться молодыми людьми разных возрастов и творческих направлений».